Доброе утро! Доброе утро! Ставлю на голосование за основу проекта повестки. Включите режим. Покажите результат. Принимается за основу. Переходим к поступлениям представителей фракции. Приглашаю на трибуну Ольгу Николаевну Акимову. Алимову, прошу прощения. Доброе утро, коллеги. Что я жду в жизни? Я жду ребёнка. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, наверное, показалась вам странной весьма такая фраза, но я не зря начала с замечательной цитатой Натальи Гундаревой, её героини, из фильма «Однажды 20 лет спустя». Речь сегодня поведу о судьбе многодетных семей. И в этом фильме, в советском фильме, показывается судьба великолепной многодетной семьи, в которой воспитывалось 10 детей. И если брать нынешние реалии, то, пожалуй, сегодня бы у Надежды Кругловой, а так звали героиню Натальи Гундаревой, отняли бы детей. Они все жили когда-то в маленькой комнате, заставляли детей работать по дому, донашивать старые вещи и так далее. И ей бы не пришлось, когда собирались выпускники, встретиться с ними с гордостью, одеть пиджак, на котором сиял орден мать героини, который мы сейчас отменили. И она бы ходила по всевозможным ток-шоу, пытаясь отнять детей, отсудить у тех чиновников, которые не несут ответственность за прекрасное, светлое будущее детей. Занимаясь проблемой многодетных семей, я действительно вижу, какая глубокая пропасть между тем, что мы говорим и на самом деле, что происходит. Среди моих подопечных есть семья. Семья Павлушкиных, которой тоже 10 детей. Они живут в Краснокутском районе Саратовской области, в селе Горецкое, где всего 4 двора. Эта семья мешает всем. Мешает чиновникам, мешает одному из высокопоставленных человек, который арендовал пруд, оформил на него документы. И теперь эта семья не может подойти к пруду для того, чтобы искупаться, половить рыбу и в конце концов полить огород. Строят всевозможные заборы и препятствия. Отняли землю, в которой они выращивали картошку и кабачки. Для многих эта семья кажется странной. Действительно, они не избавляются от детей, у них 10 детей. Они вегетарианцы, они верят в своего бога. Дети прекрасные, красивые, радостные, такие же, как родители. Но почему-то, почему-то всем мешает. Скажут, ну им же должны были дать землю на строительство дома. Да, дали землю, но туда не доехать, не дойти. И после многочисленных запросов им наконец-то выплатили 10 тысяч рублей, которые тоже не хотели отдавать и так далее. Есть еще одна замечательная семья, Елены Солодовниковой, которые после дорожного происшествия еле-еле собирали по кусочкам. Естественно, в этот период тяжелой реабилитации она не могла работать. Мать-одиночка, трое детей. И существовали довольно длительное время на те жалкие детские пособия, по-другому я не могу сказать, 2 тысячи рублей в месяц на всю семью. Конечно же, образовался долг за газ, за коммунальные услуги, ведь на эти 2 тысячи рублей надо прожить, проесть, накормить семью, заплатить коммунальные услуги, обуть, одеть и так далее. Газ отключили. И никого не волнует, как они будут обогреваться, как будут они готовить пищу. Потом на них решили повесить еще долг в 130 тысяч рублей за электроэнергию, который прошлый месяц был ноль. То есть семья платит максимально для того, чтобы не отключили хотя бы свет. Такое впечатление, что весь поселок сжег эту электроэнергию, а теперь решили заставить выплатить эту семью. Маленький Артемка, младший из детей, не мог пойти в первый класс, потому что ему нечего было одеть. Да, я приехала, да, купила все необходимое. Конечно, в знак благодарности ребенок с сияющими глазами пообещал нам не жениться, когда он вырастет. Конечно, это шутка, может вызвать улыбку, если бы это не было так грустно. Еще одна семья многодетная, Малышевых, в Турках, в Саратовской области. Шесть детей. Маму ограничили в правах, потому что семья очень и очень бедная. Но нет, чтобы помочь семье. Они еще изъяли вот эти 50 рублей, которые у нас государство платит маме за воспитание ребенка от полутора до трех лет. Литр молока на месяц отняли. Естественно, папа тоже не может работать, потому что он должен воспитывать этих шестерых детей. В маленьком доме, напоминающий домик дядюшки тыквы, они отапливают дровами. За электроэнергию колоссальный долг. Вот я понимаю, что многие коллеги мне могут сказать, что она тут распинается, жалится, взяла бы и помогла. Да, безусловно. Все те многодетные семьи, которые находятся под моей опекой, обуваю, одеваю, гашу долги. Но даже если я всех их удочерю, то все равно моей любви явно не хватит для того, чтобы можно было содержать все семьи в нашей стране. И еще вопиющий случай. В Энгельсе, город Энгельс, Саратовской области. Жанна Бабичева, четверо детей, все отличники, прекрасная семья, чуть не сгорели заживо в доме, который должен быть признан аварийным и ветхим. Все акты есть, но и никак не хочет признавать глава экспертизу и пытаются обвинить эту маму в самоподжоге. До какого же цинизма и маразма можно дойти, когда пытаются обвинить маму, что она в ночь подожгла квартиру вместе со своими детьми и за картонной стенкой два дня назад привезли младенца. То есть пытались сказать, что она хотела решить таким образом проблему своей семьи. Что происходит в стране, задают вопросы те, кто за нас решает демографическую ситуацию. Те, кто просто любит детей. Почему мы вслед слышим только презрительное, понарожали. И никто не просил, и каждый раз чиновник пытается нас пнуть или гнуть. Может, органы опеки платят премию за то, что они сначала отнимают детей, а потом премию за то, что этих детей куда-либо пристроят. Да, органы опеки с завидной регулярностью посещают подобные семьи, суют нос в каждую кастрюльку, проверяют, не жмет ли летняя обувь зимой этим детям, что они едят. И дети не могут понять, почему чужие дяди и тети пытаются вмешаться в их жизнь. И никто из чиновников, которые посещают эти семьи, ни разу не одарил никакого ребенка улыбкой. Я уже не говорю про то, что какую-то карамельку дать ребятишкам. Тем более не говорю ни о каком отдыхе детей. Чтобы вы так жили, как мы в нищете и бесправии, разработчики таких законов просили передать вам мамы из Саратовской области. И такое же послание просили передать повзрослевшие дети, дети военного времени, о которых вспоминает только в День Победы. Жмут им руки и стыдливо отводят глаза. Одна девочка на конкурсе в честь 70-летия Великой Победы Советского народа над фашистской Германией под руководством Коммунистической партии генералитимуса Иосифа Сталина написала, «Великая Отечественная война в нашей стране закончится только тогда, когда государство найдет себе мужество отдать дань последним свидетелям того тяжелого, но и героического времени». Речь шла о детях войны. Как можно объяснить ребенку, что Государственная Дума не хочет принимать высоконравственный закон, потому что не находит себе ни мужества, ни чести? Совсем недавно президент Путин объявил о существовании в стране национальной идеи и даже назвал ее «патриотизм». Если под патриотизмом понимать любовь к стране, то начинать надо с тех, кто больше всего нуждается в любви – это дети. И независимо от того, в какую эпоху они живут или жили. И надо срочно менять всю систему ценностей в стране. Крайне необходимо, чтобы поддержкой многодетных семей занялось именно государство. И оно уже сделало первый шаг – материнский капитал. Так давайте сделаем второй. Будем платить зарплату многодетным матерям, мамам, как воспитателям в детском саду. И еще необходимо законодательно запретить отключать у многодетных семей жизненно обеспечивающие ресурсы, такие как свет, газ, вода, тепло. Это вопрос выживания семьи. А еще лучше – освободить их от уплаты за коммунальные услуги. И не надо говорить, что у нас на детей никогда нет денег. Источник есть. За счет золотых парашютов монополистов мы сможем обогреть наших детей. Как воздух нужен закон о детях войны. Невозможно смотреть уже в выцветшие от слез глаза этих людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Впереди 23 февраля. Мне нравится название праздника День Советской Армии и Военно-морского флота. Но сейчас он называется День Защитников Отечества. Красивый праздник мужественных людей. Но защищать Родин и ее граждан нужно не только на полях сражений. Каждый день и не только в торжественные дни бережно относиться к тем, кто ковал победу и создавал мощь великой державы. Помните об этом. Я поздравляю всех тех, кто никогда не предавал свои принципы и остался верен. Один раз и навсегда дающаясь присяге на верность народу и Родине, она дается один раз в жизни. И именно защитник Отечества должен защищать детей и заботиться о будущем. А наше будущее это нынешние дети. Спасибо. Спасибо. Два выступления от фракции ЛДПР. Виталий Сергеевич Золочевский. Добрый день, уважаемые коллеги. Вчера у Департамента торговли и услуг правительства Москвы состоялась символическая акция «Поминки по малому и среднему бизнесу». Данная акция была приурочена к 9 дням, прошедшим после той вакханалии сносов торговых предприятий в городе Москве в ночь с 8 на 9 февраля. Все мы знаем, что под покровом ночи приехали грейдеры и более 100 разных точек предпринимательских были снесены. Москвичи очень по-разному относятся к этой проблеме, потому что надо объективно сказать, что действительно ряд торговых объектов уже давно не соответствовал моральному облику. Города Москвы и какие-то были построены с нарушениями. Понятно, что, к сожалению, до сих пор бизнес вынужден, ориентируясь в той чиновничьей среде, которая принимает решение, где-то идти на коррупционную составляющую и добиваться поставленных задач не совсем честным путем. Но многие объекты были уже частью исторического облика города и, более того, имели все официальные документы и согласования. У некоторых предпринимателей были даже судебные решения, которые говорили о том, что они имеют право размещать здесь данные стационарные объекты. Однако это не помешало некоторым чиновникам правительства Москвы принять те решения, которые в итоге повлекли за собой тотальный снос более 100 заведений, что привело к очередному усилению кризиса в городе Москве, потому что более 5000 человек лишились возможности ежемесячного заработка. Где-то в некоторых семьях это был единственный доход. Соответственно, мы с вами пополнили ряды безработных таким образом и в городе Москве обострили ситуацию еще больше. В этой связи депутаты фракции ЛДПР направили два депутатских запроса мэру города Москвы и прокурору города с просьбой уточнить, на основании чего же столько времени молчали чиновники правительства Москвы. Где-то многие года, а где-то уже более десятилетий стояли торговые объекты, которые, по мнению отдельных чиновников, являлись опасными для граждан, находились над городскими коммуникациями и представляли реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Кто ответит за то, что более десяти лет граждан подвергали такой опасности? Это большой вопрос, в котором должна разобраться прежде всего прокуратура Москвы. Чтобы таких фактов не случалось и Конституция нашей страны не нарушалась, потому что право собственности граждан является неприкосновенным, и оно гарантировано Конституцией Российской Федерации, самым главным законом нашей страны. Фракция ЛДПР внесла законопроект изменения в гражданский кодекс, который позволит не допускать больше таких тотальных сносов. Конечно, печально слышать, когда представители правительства Москвы начинают говорить о том, что граждане имеют право обратиться в суд. Это правительство Москвы, наверное, должно обращаться в суд и добиваться в судебном порядке разрешения на снос тех торговых объектов, которые находились в городе Москве. Тогда это будет действительно цивилизованный путь, на котором и настаивает фракция ЛДПР, чтобы бизнес и общество и власть уживались нормально во всех ключах, тем более в сложное экономическое время для нашей страны. Сегодня малый бизнес поддерживают многие, в том числе и президент страны. Всего лишь меньше двух недель назад встречался представителем малого и среднего бизнеса. Мы надеемся, что те чиновники, которые виноваты в этой ситуации, понесут ответственность, и мы все об этом узнаем. И я лично сторонник того, чтобы власть признавала свои ошибки, потому что Владимир Жириновский всегда учит нас, депутатов фракции ЛДПР, чтобы мы делали выводы по итогам месяца, года, созыва, и в том числе критические. Пора и власти брать пример с ЛДПР, и делать правильные выводы, и не бояться признавать ошибки, и идти на диалог с гражданами и обществом. Спасибо за внимание. Александр Сергеевич Старовойтов, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, диву даешься порой, когда ознакомливаешься с некоторыми источниками массовой информации, в частности, касаемые финансовых рынков. Вот не так давно, по данным Минфина Соединенных Штатов Америки, которые были опубликованы, собственно говоря, в эти дни, выяснилось, что Российская Федерация увеличила свои вложения в американские долговые обязательства. За декабрь Центральный банк Российской Федерации приобрел казначейских бумаг примерно на 4,1 миллиарда долларов. В ноябре это произошло на сумму 6 миллиардов долларов. Наверное, для кого-то это пустые цифры, судя по тому, что все занимаются своими делами в зале, никто не обращает внимания. Вот маленькое сравнение. Эти суммы, сумма вложений за эти два месяца, эквивалентно запланированным расходам государства на поддержку экономики Российской Федерации за весь 2016 год. В частности, на 30% это превышает годовые расходы государства на образование. На 54% это превышает годовые расходы государства на здравоохранение. И в 5,5 раз сумму, потраченную на жилищно-коммунальные условия. Это вот вам так для сравнения, когда мы задаемся вопросом, куда деваются наши деньги. Что это такое? Что это за действия со стороны Центрального банка? Может быть, конечно, это какая-то хитрая экономическая уловка. Может, действительно, они владеют какой-то информацией, что это принесет нашей стране существенные прибыли. Что мы сможем платить пенсии, которые будут действительно догонять рост инфляции. Что мы сможем освободить наше население от уплаты транспортных налогов, которые успешно залазим к ним в карман дважды, а к некоторым категориям автовладельцев, грузовладельцев в частности, уже трижды. Что это за действия? Давайте, так как мы с вами в основной массе, наверное, являемся в этих тонких экономических материях дилетантами, давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Что же делали такие развитые экономики, как экономика Китая, экономика Японии в этой ситуации? Был проведен анализ. Так вот, что удивительно и что примечательно, Китай на протяжении всего последнего года, прошедшего года, последние месяцы сбрасывал и продавал американские облигации. В частности, почти 19 миллиардов было выведено долларов из экономики Соединенных Штатов Америки, а 22 миллиарда через бруссельские банки также вывел Китай эти деньги. Что касается Японии, Япония сократила свои вложения на 22,5 миллиарда и почти на 100 миллиардов долларов в год. Но, простите, уважаемые коллеги, экономики этих стран показывали достаточно существенные тенденции роста за все прошедшие годы. И мне кажется, что маловероятно то, что они делают достаточно существенные и серьезные ошибки. Надо все-таки напомнить, и фракция ЛДПР настаивает на том, чтобы напомнить Центральному банку, что это все-таки не какая-то частная коммерческая лавочка, и что такие решения, решения такого рода и такого уровня носят еще и политический характер. И мы настаиваем на том, чтобы в ближайшее время, в ближайшие дни или по крайней мере неделю руководство Центрального банка пришло в Государственную Думу и рассказало нам о своем серьезном экономическом плане по поддержке экономики Соединенных Штатов Америки. Если информация вдруг оказывается какой-то секретной, в таком случае можно провести заседание в закрытом режиме, как мы проводим совещание, зачастую с Министерством обороны. Уважаемые друзья, это не единственный шаг, который возмущает нас в деятельности банковского сегмента. Буквально полгода назад, выступая с этой трибуны, ЛДПР поднимало вопрос о том удивлении, которое у нас вызывает деятельность других коммерческих банков Российской Федерации. Насколько вовремя они покупают валюту, насколько вовремя они ее продают. Зарабатывая практически на каждом шаге. То есть, как мы знаем устойчивый тренд, богатые богатеют, а бедные еще больше разоряются. И буквально на этих днях мы слышим о том, что Следственный комитет в лице руководителя Бастрикина поднимает вопрос о том, что по сути дела подозревает коммерческие банки в получении инсайдерской информации. ЛДПР считает, что необходимо провести детальную проверку деятельности всех коммерческих банков, которые занимались валютной торговлей, валютными, возможно, махинациями на протяжении последнего года. Если выясняется, что банки безошибочно покупали, продавали валюту, надо выяснить, откуда они получали эту информацию. И вот нашим коллегам из КПРФ очень нравится слово «национализация». Так вот, мы считаем, что такие прибыли, даже если мы не сможем доказать, откуда была получена инсайдерская информация, можно вполне национализировать, тем самым решив проблемы огромной армии валютных ипотечников, да и не только валютных ипотечников, но и вообще всех ипотечников Российской Федерации. Вне зависимости, еще раз подчеркиваю, как они брали ипотеку. В валюте они брали или в рублях они брали. Помимо всего прочего, мы видим, как сейчас действительно очень часто банки лишают лицензии. И физические лица получают сумму в размере не более 1,4 млн рублей, если они являлись вкладчиками в этих банках. Индивидуальные предприниматели, вне зависимости от того, на какой системе налогообложения они находились, они могут получить также сумму в 100%, но не более 1,4 млн. Скажите, пожалуйста, а чем отличается юридическое лицо, которое сидит на упрощенной системе налогообложения, то есть на упрощенке, и не имеет права получить эту сумму в размере 1,4 млн. Мы считаем, что это неправильный подход, и готовим законный проект по данному вопросу. Уважаемые коллеги, у нас впереди праздник. Фракция ЛДПР поздравляет всех с наступающим праздником, желает счастья, здоровья, успехов всем в дальнейшей деятельности. С Днем Защитника Отечества! Спасибо! Спасибо. Два выступления от фракции «Единая Россия». Роберт Александрович Шлегель, пожалуйста. Прошу подготовиться, Владимир Сергеевич Шевцов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, американский конгрессмен Уилл Кёрт несколько дней назад в интервью популярному американскому интернет-изданию «Хаппинтон-Пост» признался, что во время своей службы в ЦРУ участвовал в наступательных кибероперациях против Российской Федерации. Подобное заявление со стороны высокопоставленного американского политика является возмутительным, если вспомнить, сколько раз США и их союзники – Эстония, Грузия, Япония и другие – обвиняли Россию в кибератаках. В официальных документах и заявлениях национальной разведки США и Пентагона Россия названа одним из основных источников угроз кибербезопасности. Совсем недавно министр энергетики США Элизабет Шерват-Рэндл вновь обвинил Россию в том, что именно наша страна стояла за кибератаками на энергетическую систему Украины. Видимо, таким образом госпожа министр пыталась объяснить действия украинских радикалов, подопечных Вашингтона, совершавших попытки отключения Крыма от энергоснабжения. Очевидно, что постоянное обвинение в наш адрес – ничто иное, как попытка Соединенных Штатов скрыть свои собственные агрессивные действия, и этому, как мы можем видеть, есть красновещивые свидетельства. Тот же Уилл Хёрд фактически признал свое участие в операции под названием «Олимпийские игры» по предотвращению получения Ираном обогащенного урана. Компьютерный вирус Stuxnet, примененный против Ирана, нанес ущерб также Австралии, Великобритании, Германии, Индонезии, Индии и другим странам, не имеющим отношения к ядерной программе Ирана. Более того, в ряде случаев можно говорить о том, что пострадали страны-союзники Соединенных Штатов, но им не впервой. В этом контексте стоит вспомнить историю со всемирной и, к сожалению, совершенно безнаказанной слежкой, которую Соединенные Штаты вели и продолжают вести по всему миру, в том числе и за своими союзниками, прикрывая свои действия борьбой с терроризмом. Вероятно, слежка за федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, по мнению руководства спецслужб США, является борьбой с терроризмом. К сожалению, слежка, это правда, не позволила предотвратить ни недавние теракты в Париже, не смогла предотвратить и активное распространение ИГИЛ, которое пошло на спад только после вмешательства со стороны России. Сейчас история со слежкой практически забыта. Как это часто бывает, пошумели и ладно. Но речь по-прежнему идет о нарушении прав миллионов человек по всему миру, на которое мировое сообщество должно дать ответ, как и на новые факты агрессии, которые сейчас становятся достоянием широкой общественности. Не будет преувеличением сказать, что угроза стоит перед каждой страной. В современном мире информационно-коммуникационные технологии все глубже проникают в инфраструктуру, в том числе и в критически важную. Результатами действий в киберпространстве сегодня могут стать масштабные технологические катастрофы, в том числе способные повлечь за собой и человеческие жертвы. Стратегия Пентагона в области кибербезопасности включает кибератаки в планы военных операций и позволяет США отвечать военной силой на кибератаки с территории других государств. То есть фактически на действия в информационном пространстве может последовать вполне реальный военный ответ. Но что делать, если этих атак нет? Правильно, их нужно выдумать. А иначе у американских властей нет возможности оправдать собственные агрессивные действия и увеличение военных расходов перед собственными налогоплательщиками. Кто может гарантировать, что именно в эти минуты Соединенные Штаты, приправаясь, к примеру, той же антитеррористической риторикой, не проводит очередную операцию в киберпространстве, которая несет ущерб совершенно непричастным к терроризму государствам. Более того, проводит операции, которые могут расцениваться как угроза национальной безопасности, и далеко не только России. Именно по этой причине заявление конгрессмена Хёрта нужно уделить особое внимание и тщательно расследовать. В 2015 году Генассамблея ООН, благодаря усилиям нашего МИДа, была принята резолюция достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности. В частности, этот документ гласит, государство обладает суверенитетом над информационно-коммуникационной инфраструктурой на своей территории. Любые обвинения в адрес государств, при частности к кибератакам, должны быть подкреплены доказательствами. Во-первых, если подобные обвинения звучат в наш адрес, они звучат постоянно, хотелось бы увидеть и услышать доказательства. Во-вторых, если речь идет о нарушении со стороны США этой резолюции, а оно, судя по всему, имеет место быть, то это должно быть предметом разбирательства в международных инстанциях. Международное сообщество должно выработать эффективно действующие механизмы по пресечению подобных действий и не оставлять их без ответа. На мой взгляд, необходимо поднять этот вопрос на площадке ОБСЕ уже во время предстоящей зимней сессии. Более того, масштаб проблемы мог бы стать предметом отдельного рассмотрения на заседании Совета безопасности ООН. Соответствующие предложения уже направлены мной в адрес руководства профильного комитета Государственной Думы и руководства Министерства иностранных дел Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Роман Александрович. Владимир Сергеевич Пшивцев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, 15 февраля 1989 года бригады и полки ограниченного контингента советских войск в Афганистане с развернутыми знаменами покинули территорию этой страны. Личный состав выполнил с честью поставленные задачи, проявив при этом мужество и героизм. Однако мы вернулись в страну, раздираемую противоречиями, проблемами, которые накопились десятилетиями. Руководство страны и политические лидеры нового формата не смогли удержать ситуацию под контролем. Распался Советский Союз, рухнула экономика, началась война на Северном Кавказе, в страну хлынули потоки оружия и наркотиков. По территории России победно шествовала управляемая извне демократия в самом ее извращенном виде. Именно тогда складывались традиции встреч ветеранов. Именно тогда родились эти строки. Все перемешалось в этой дате. Горе, слезы, радость и печаль. Говорим сегодня о солдате, на груди которого медаль. За отвагу, за БЗ, за вывод, кто войной в камень был одет, и хотелось сделать один вывод. Страшно то, что оставляет след. След душе из раненого друга и среди устроенных могил, седина висковых моей подруги, и глаза, который закрыл, что ночами возвращает горы к той черте, что нужно перейти, что сегодня вызывает споры, в разговорах правды не найти, правда лишь в глазах убитых и в немом упоре матерей, и в живых, но все-таки забытых, на просторах родины моей. Несмотря на бесчисленные обвинения, ложь, клевету, в адрес ветеранов они активно принимали участие в борьбе за сохранность нашей страны, в борьбе с криминалом, создавали военно-патриотические клубы, спасая от идеологического растления и физического уничтожения нашу молодежь. Вручая медали, посвященные 25-летию вывода советских войск территории Афганистана, министр обороны Шойгу дал высокую оценку ветеранскому движению, отметив, что именно ветераны взяли на себя бремя ответственности за патриотическую работу подрастающего поколения в лихие 90-е. Именно тогда закладывалась основа будущего нашей страны. Время все расставляет на свои места. К сожалению, оправдались самые худшие прогнозы и планы по развалу Советского Союза, о которых, кстати, наши руководители спецслужб в 70-е годы докладывали Политбюро. События, происходящие сегодня в Сирии, показывают правильность ранее принятого решения о вводе советских войск на территорию Афганистана. Сброшены маски с тех, кто мечтает о мировом господстве. И с помощью денег, оружия сталкивает народы, государство, навязывает новый мировой порядок, уничтожая неугодных. Именно эти новориши скормили международный терроризм. Эта беда несет за собой смерть, разрушение, ненависть. Именно эта беда может постучаться в любой дом. И к тем, кто сегодня за 30 серебряников поливает свое государство грязью, его историю, и те, кто с оружием в руках, воюет с этим мировым злом. Пришло понимание, что без человека, без заветно любящего свою страну, который может пожертвовать собой, защищая свой дом, свою семью, очаг, свои святыни и память о своих предках, нельзя построить процветающее государство и сильную экономику. И мы начали понимать, что у нас только два самых верных и надежных друга – это армия и флот. К великому сожалению, до этого дня не дожили многие из тех, кто принимал участие в борьбе с мятежниками на территории Демократической Республики Афганистан. Они погибли от пуль, осколков, снарядов и мин, умерли от ран и болезней. Светлая им память. Низкий поклон матерям, которые воспитали таких солдат. Но живым необходимо внимание и поддержка государств. В лечении, в госпиталях ветеранов войны, которые, к сожалению, пытаются закрывать, оптимизируя нашу систему здравоохранения. Сокращается коечный фонд. Реабилитация необходима в новых реабилитационных центрах. Люди хотят получить свое собственное жилье, а большинство участников боевых действий такового не имеют. Однако, несмотря на многочисленные проблемы, ветераны остаются в строю, считая себя резервом Верховного Главнокомандующего, готов выполнить любую поставленную им задачу. В преддверии Дня защитников Отечества мне бы хотелось поздравить всех, кто служил, служит и будет служить нашей Родине. Пожелаем им счастья, здоровья, благополучия, удачи и всем нам мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. Спасибо. Татьяна Николаевна Маскалькова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия» продолжает тему «Защитника Отечества». Дорогие наши мужчины, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества. Мы поздравляем нашего президента, главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Мы поздравляем всех командующих родов и войск. Мы поздравляем всех, для кого дорого слово «Россия», «Отечество». Мы гордимся нашими мужчинами, которые в этом зале укрепляют правовой каркас Российской Федерации и укрепляют безопасность нашей Родины. Мы гордимся нашими мужчинами за тот особый мужской стержень, который у них есть. Страшно даже представить, что было бы с теми, кто, как в Германии, унижал на глазах мужчин, женщин. Они советовали женщинам обратиться в полицию, разворачивали пункты социальной помощи и психологической поддержки. Наши мужчины поступили бы совершенно иначе. и страшно даже подумать, что было бы с этими обидчиками наших женщин. Наши женщины поздравляют нашего командира корабля Сергея Евгеньевича Нарышкина и его команду. Команду эффективных мужчин, создающих твердь правовую основу государства. Желаю вам стойкости духа, желаю вам ярких дней в личной жизни, достатка, профессиональных достижений. Сегодня на границах нашей Родины размещены тяжелые вооружения НАТО. Сегодня как никогда тема безопасности звучит во весь рост. И мы по-особому относимся и к законодательству, и к правоприменительному и правоприменительной составляющей, связанной с защитой рубежей нашей Родины. мощная вооруженная по последнему слову техники армия и флот вот что для нас очень важно. Сегодня мы с гордостью говорим о наших летчиков военно-космических войск, которые за пределами России уничтожают базы террористов и не только Россию, не только страны СНГ, но спасают все государства от этой надвигающейся чумы. Более 5600 вылетов было совершено за это время. Уничтожено свыше 9000 целей, в числе которых десятки складов с боеприпасами, лагеря по подготовке террористов, заводы по изготовлению взрывчатки, пункты управления. Фракция «Справедливая Россия» вместе с другими единомышленниками в этом зале будет продолжать бороться за то, чтобы были разморожены индексации заработной платы военнослужащик, потому что сильный социальный пакет, достойное денежное содержание военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, тех, кто профессионально занимается защитой Родины, наших рубежей. Это важнейшая составляющая. И мы очень сожалеем, что сегодня денежное содержание за счет замораживания индексации заработной платы фактически снижается. Наши мужчины это кормильцы в семье и это отличает нас от многих, может быть, и других государств. Сегодня очень важно, чтобы решился вопрос жилищный, чтобы наша боевая подготовка была поднята на более высокий уровень, чтобы в реальный сектор экономики вернулись доходы и мы возродили традиции самолета строения новых видов военной техники. Мы выступаем за то, чтобы военкомы вновь были людьми, имеющими воинское звание. Разатестация военкомов была большой ошибкой и сегодня очень важно поднять это направление в российской армии. Мы выступали и будем выступать в поддержку социальных гарантий вдов погибших военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, сегодня нет единого закона о социальных гарантиях женщин и детей, чьи отцы и мужья погибли при исполнении служебных обязанностей. Вместе с тем очень важно, чтобы они чувствовали защищенность и поддержку государства. сегодня мы только что выслушали блестящую ораторскую речь по поводу воинов-интернационалистов. К этой категории прибавились и те фактически военнослужащие, которые выполняют боевую задачу в Сирии. И уже сегодня их можно было бы на законодательном уровне признать воинами-интернационалистами и наделить их соответствующими гарантиями и льготами. С тем, чтобы по прошествии времени мы не ставили вопрос о них так, как сейчас говорим, о тех, кто в Сирии воевал в 60-е, 70-е, 80-е годы, кто погибал в Йемене и на Кубе и многих других горячих точках за пределами Российской Федерации. И мы перед ними еще пока в долгу и законодательство в этом плане будем, конечно, совершенствовать. Мы будем поддерживать все движения, связанные с укреплением кадетских корпусов и суворовских училищ. Очень важно, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что министр обороны Сергей Кожугетович сегодня уделяет большое внимание этому направлению. Снова мы видим на параде нахимовцев и суворовцев. И это важнейшая составляющая, важнейшие скрепы, как мы говорим, нашего государства. Сегодня у нас на балконе кадеты из Дмитровского района Московской области. Они должны чувствовать, что государство и Государственная Дума поддерживает кадетское движение, поддерживает суворовцев. Мы от всей души поздравляем вас, дорогие мужчины, с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества, С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, Российской Армии Российских Вооруженных Сил. Всего вам самого доброго, вам и, конечно, женщинам в погонах, которые идут рядом с вами и поддерживают вас. С праздником! Спасибо, Татьяна Николаевна, за поздравления мужчин. Хотя справедливости ради это наш общий праздник и мужчин, и женщин. Мы все защищаем наше Отечество и мужчины, и женщины, и молодежь, и ветераны, и никому не позволим обидеть нашу Россию. С праздником! И давайте отдельно поприветствуем наших юных кадетов. Спасибо, коллеги. Вернемся к проекту повестки. Есть ли вопросы? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Дмитрий Иванович Савельев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, 37-й вопрос по просьбе докладчика просьбы перенести на следующую неделю. Спасибо. Елена Григорьевна Григорьевна, Дропека. Уважаемый Сергей Евгеньевич, поступили предложения от представителей Законодательного собрания Кировской области и Законодательного собрания Ямал-Неневского автономного округа рассмотреть вопрос номер 67 без их участия. Прошу рассмотреть вопрос в соответствии с частью 7-й статьи 118-й регламента Государственной Думы. Александр Юрьевич Синенко Доброе утро уважаемые коллеги. Десятый вопрос сегодняшнего порядка заседания это правительственная ратификация о проекте федерального закона о принятии протокола внесения измени в Маракешское соглашение. Просьба зафиксировать на 16.00 И второй вопрос. 24 февраля запланирован правительственный час с участием заместителя председателя правительства Ольги Юрьевна Голодец и министра труда. Как правило у нас на 12.30 подобного рода мероприятия проводятся, но по весьма уважительной причине убедительная просьба перенести рассмотрение начала правительственного часа на 16.00 в среду 24 февраля. Спасибо. Спасибо. Ян Викторович Зелинский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, просьба 31 вопрос перенести на март месяц. Спасибо. Так, вот записались коллеги поведения, но думаю, что по повестке. Рустам Рифатович Ишмухаметов. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, просим 74-й пункт повестки перенести на более поздний срок и 76-й, 77-й рассмотреть по сокращенной процедуре. Спасибо. Спасибо. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, вы совершенно правы, к сожалению, не успел нажать. У меня просьба. Только что прозвучала просьба правительства поставить 10-й вопрос на 16-0-0, просьба комитета 20-й вопрос о долевом участии законопроект поставить. После этого законопроекта на 16-ть часов. Спасибо. Галина Петровна Хованская. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, просьба 72-й вопрос рассмотреть по сокращенной процедуре. Пришло только что письмо из Санкт-Петербурга и замена докладчика по этому вопросу Хованская доложит вместо Сидякина. Спасибо. Спасибо. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, 32-й вопрос просьба перейти на 24-е число. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов. Олег Анатольевич, будете? Нет? Ошибка. Спасибо. Так, коллеги, предложение следующее. Перенести 37-й вопрос. По сокращенной процедуре рассмотреть 67-й. Вопрос номер 10 поставить на на 16-й. И 20-й сразу после 10-го. 24-го февраля у нас правительственный час. Александр Юрьевич попросил перенести его с 12-й. 30-й на 16-0-0. Я также знаю, что причина этого очень уважительная. Давайте согласимся с этим. Так, далее предложение 31-й перенести на март месяц, 74-й перенести на март месяц, 76-й, 77-й рассмотреть по сокращенной процедуре. Нет возражений. По сокращенной процедуре рассмотреть 72-й вопрос, и доложит его Галина Петровна Хованская. И также предложение перенести 32-й вопрос на март месяц. Что, еще раз? Депутат Абрамов, пожалуйста. Микрофон. А 32-й вопрос, это я докладчик, кто перенес на каких? Комитет просит перенести. Почему тогда обосновать это нужно? Такова норма регламента. Почитайте, пожалуйста. Коллеги, ставлю на голосование в целом. Включите режим. Покажите результаты. Повестка принимается в целом. Начинаем работать по порядку. Второй вопрос. Проект постановления Государственной Думы об изменении в составах некоторых комитетов Государственной Думы. Докладывает Надежда Васильевна Герасимова. С места. С места. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, депутат Государственной Думы Ирина Михайловна Гусева переходит из состава Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций в состав Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутат Государственной Думы Борис Владимирович Михайлов переходит из состава Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в состав Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Прошу поддержать. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы, желающие выступить? Спасибо, выносим на час голосования. Третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность. Михаил Васильевич Емельянов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, прежде всего комитет просит вас вернуть законопроект во второе чтение и принять одну важную поправку. Спасибо. Сейчас, Михаил Васильевич, решим этот вопрос. Кто за то, чтобы вернуть законопроект в процедуре второго чтения? Прошу проголосовать. Покажите результат. Принимается. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Есть одна поправка. Ее принятие требуется для того, чтобы синхронизировать введение в действие настоящего закона и поправки в налоговый кодекс, который еще не принят, но внесена правительством. Поправка очень простая. Мы предлагаем, чтобы настоящий федеральный закон, который мы рассматриваем, вступил в силу с 1 января 2017 года. Это поправка, которую правительство тоже поддерживает. Спасибо. Коллеги, ставлю поправку на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Спасибо, коллеги, что приняли поправку. Законопроект прошел лингвистическую правовую экспертизу, готов к принятию в третьем чтении, поэтому просим сегодня его принятию в третьем чтении, в час голосования. Спасибо. Выносим законопроект на час голосования. Четвертый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи. Докладывает Вадим Евгеньевич Деньгин. С места включите микрофон. Законопроект готов к третьему чтению. Комитет просит поддержать. Спасибо. Спасибо. Выносим законопроект на час голосования. Будут ли желающие по мотивам выступить? Нет. Пятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федорович Вяткин. С места включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет подготовил законопроект к третьему чтению. Просим поддержать. Спасибо. Будут ли желающие выступить по мотивам? Есть. Просьба включить режим записи выступления по мотивам? Покажите список. Зафиксировали. Выносим на час голосования. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 3.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет подготовил законопроект к принятию в третьем чтении. Просим поддержать. Спасибо. Будут ли желающие выступить по мотивам? Владимир Александрович Паневерский. Других нет желающих? Нет. Выносим на час голосования. Седьмой вопрос. О федеральном законе о внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Александр Александрович Ремесков. С места включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект был принят 10 ноября 2015 года, но затем 18 ноября этого же года Совет Федерации отклонил его с предложением создать согласительную комиссию. Данная комиссия выработала единый текст этого федерального закона, и он представлен ваше внимание. Не учитывая, что изложены, согласительная комиссия между палатами рекомендует Государственной Думе принять законопроект в редакции согласительной комиссии. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, подобного рода законопроекты мы не обсуждаем, выносим его на час голосования. По мотивам. Есть ли желающие выступить по мотивам? Есть. Синельщиков Юрий Петрович. Еще есть желающие? Нет. Восьмой вопрос. Проект федерального закона о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Киргизской Республики и граждан Киргизской Республики на территории Российской Федерации. Докладывает Екатерина Юрьевна Егорова, статс-секретарь, первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы, официальный представитель президента Российской Федерации. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, представленное кратификацией соглашения подготовлено в соответствии с дорожной картой по присоединению Киргизской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Соглашение предусматривает освобождение граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от обязанности по регистрации, постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичные соглашения заключены Российской Федерацией и применяются с Беларусью, Казахстаном и Арменией. Также подобное соглашение заключила Республика Беларусь с Казахстаном. Соглашение содержит правила иные, чем предусмотрены российским законодательством, в связи с чем оно подлежит ратификации на основании федерального закона о международных договорах Российской Федерации. Реализация соглашения не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Прошу поддержать. Спасибо. Судокладно выступает Татьяна Николаевна Москалькова. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, создание единого миграционного пространства является одной из неотъемлемых частей создания и функционирования Евразийского экономического союза, который функционирует у нас с 1 января 2015 года, в том числе в части миграционного учета. Сегодня на территории Российской Федерации находится более 500 тысяч граждан Киргизской Республики. В этом году более 600 въехало и выехало. То, что касается криминогенной ситуации, тоже, мне кажется, важный момент, отражающий ситуацию. То количество преступлений, совершенных гражданами Киргизской Республики, уменьшается. И это очень важно и говорит о том, как правильно отстраивается миграционная политика. Комитет по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками внимательно рассмотрел ратификационный закон и рекомендует его к принятию. Затраты на его реализацию не требуются. Прошу поддержать. Спасибо, Татьяна Николаевна. Коллеги, есть ли вопросы? Есть. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Федоткин Владимир Николаевич. У меня вопрос к основному докладчику Екатерина Юрьевна. То, что Киргизы, мы приезжаем, уезжаем. Наверное, в этом есть определенная логика. Мы всегда были в Советском Союзе и как-то уже традиционно исторически близки. Но как-то правительство управляет этими потоками. То есть приезжает кто приедет, который здесь работает дворником, кем-то еще на низкоплачиваемый, грузчиком. Или есть какие-то планы стимулирования, чтобы приезжали очень квалифицированные ученые. Такие люди, которые действительно нам помогут в научно-техническом развитии. Вот этот вопрос прорабатывается в связи с миграцией. Или кто пришел, ну и ладно. Все-таки мы должны какой-то свой российский интерес при этом плюсти. Я думаю, так? Безусловно. Пожалуйста, Екатерина Юрьевна. Владимир Николаевич, у этого вопроса я вижу два аспекта. Первый – это временная трудовая миграция. И для временной трудовой миграции созданы условия для свободного передвижения в рамках Евразийского экономического союза. Такова была вообще задумка создания этого союза, чтобы граждане государств, входящих в ЕАЭС, могли свободно передвигаться и трудоустраиваться на территории государств, входящих в его состав. Другой аспект – это привлечение для постоянного жительства и работы. Здесь работают уже иные механизмы, например, такие, как государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, механизмы упрощенного оформления разрешений на проживание, видов на жительство и приема в российское гражданство. С этой целью мы сейчас готовим законопроект, который предусматривает бальную систему оформления видов на жительство с учетом наличия соответствующего образования, трудовых отношений в Российской Федерации. Но подчеркну, что уже имеются механизмы дифференцированного отбора мигрантов. Спасибо. Никичук Иван Ахнатьевич. Спасибо, Иван Ахнатьевич. Уважаемая Екатерина Юрьевна, Вы являетесь официальным представителем президента России, и мы с Вами находимся в парламенте России. Скажите, пожалуйста, как будет звучать на русском языке Ваша фраза о дорожной карте, присоединении к Киргизии и так далее? Так и будет звучать. Дорожная карта – это официальное название документа. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо. Вопрос докладчику. Уважаемая Екатерина Юрьевна, вообще наши отношения в целом с Киргизией развиваются нарастающим итогом, поступательно. И мы знаем, что по числу трудовых мигрантов Киргизия уступает лишь Узбекистану и Таджикистану, и мы расширяем возможности для сотрудничества. Но вот диссонансом прозвучало в конце декабря заявление руководства Киргизии о денонсации соглашений по строительству Камбаратинской ГЭС. И сейчас мы видим, что и это соглашение пока не ратифицировано киргизской стороной. Вообще, когда партнеры дружат, то, наверное, находят формы, которые не ущемляют интересов друг друга. А так вся общественность российская узнала, что у России нет денег, поэтому мы денонсируем соглашение с Россией по строительству ГЭС. Не получится ли с этим соглашением вот такая двойственная позиция киргизской стороны, которая в какой-то мере может ущемить интересы России? Я думаю, что киргизская сторона также заинтересована в ратификации этого соглашения. Как вам известно, в Киргизии не так давно прошли выборы президента. И затяжка в рассмотрении этого соглашения в киргизском парламенте связана в том числе с теми процедурами переназначения, которые сейчас происходят в этой стране. Во всяком случае, так нам объяснили эту ситуацию киргизские партнеры. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Большое спасибо. Уважаемая Екатерина Юрьевна, ЛДПР поддерживает данную ратификацию, однако хотелось, чтобы вы обратили еще раз внимание на неукоснительное соблюдение требований российского законодательства о наличии у всех граждан, которые иностранные, которые приезжают к нам, денег на обратный билет, а также страховку. Потому что вы сами знаете, какая складывается ситуация. И приезжают и рожать сюда, и в больницы полечиться, и все про все. А, к сожалению, нести бремя экономического содержания, все это должны российские налогоплательщики. Спасибо, Сергей Владимирович. Мы работаем над этой темой, пока ее удалось успешно решить для трудовых мигрантов, которых у нас большинство. Но это не значит, что на остальных это требование может не распространяться. Спасибо. Спасибо. Савельев Дмитрий Иванович. Уважаемая Екатерина Юрьевна, скажите, пожалуйста, а каковы итоги так называемой миграционной амнистии, проведенной в отношении граждан Киргизской Республики в период с 10 июля 2015 года по 1 ноября 2015 года? Дмитрий Иванович, это не была миграционная амнистия. Мы вообще термин этот не очень любим в миграционной службе, потому что он предполагает освобождение от ответственности. Здесь освобождения от ответственности не было. Мы дали возможность выезжать гражданам Киргизской Республики для того, чтобы они могли принять участие в выборах президента и потом беспрепятственно вернуться в Российскую Федерацию. Порядка 170 тысяч человек воспользовались этим правом и смогли начать новую миграционную историю. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Коллеги, есть ли желающие выступить? Нет. Выносим законопроект на час голосования. Девятый вопрос. Проект федерального закона о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии о передаче для отбывания наказаний лиц, осужденных к лишению свободы, докладывает Максим Александрович Стравников, официальный представитель президента, заместитель министра юстиции Российской Федерации. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые депутаты Государственной Думы, вашему вниманию предлагается законопроект о ратификации договора с Южной Осетией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Договор подготовлен в соответствии с поручением президента Российской Федерации и в конце 2014 года был подписан в Москве. До настоящего времени, по понятным причинам, отношения между Южной Осетией и Россией в этой сфере не были урегулированы. Идёт в настоящий момент практическая работа, и этот договор призван на эту практическую работу подкрепить нормативным образом. На сегодняшний момент в понициарных учреждениях Южной Осетии содержатся два российских гражданина. На территории Российской Федерации отбывают наказание 29 граждан Республики Южная Осетия. Восемь граждан Республики Южная Осетия обратились с ходатайствами о возможности их передачи на родину для отбытия наказания. Договор содержит, как большинство таких договоров, правила иные, чем предусмотрены российским законодательством. В частности, есть положения, которые не содержатся в уголовно-процессуальном кодексе, которые предусматривают основания для отказа в осуществлении такой передачи в случае, если, например, гражданин не выполнил определённые гражданско-правовые обязательства, вытекающие из совершённого преступления. Договор также регулирует права и свободы человека и гражданина. По этим двум основаниям он подлежит ратификации. Принятие никаких дополнительных нормативных актов с ним не потребуется. Финансовых дополнительных расходов не повлечёт. Реализация его будет осуществляться за счёт средств, выделенных в Федеральной службе исполнения наказания. Прошу поддержать. Спасибо, Максим Александрович. Содокладно выступает Василий Николаевич Лихачёв. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет внимательно рассмотрел представление законопроекта и рекомендует его к принятию. Назову только три важных, с нашей точки зрения, мотивы. Этот договор идёт в русле российско-южно-осетинских договорённостей нашего общего сотрудничества. Он укрепляет государственный суверенитет, государственно-правой статус Республики Южной Осетии и отвечает действующим международным гуманитарным стандартам. Прошу поддержать. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Есть желающие выступить? Включите режим записи на выступление. Покажите список. Кузин Сергей Павлович. С места включите. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» рассмотрела представленный законопроект о ратификации этого соглашения между Российской Федерацией и Южной Осетией и призывает поддержать это соглашение. Это соглашение не первое в ряду аналогичных соглашений с зарубежными и иностранными государствами и является очень важным, поскольку предоставляет возможность гражданам нашей страны и гражданам Дружественной Республики выбрать по собственному заявлению место пребывания в местах лишения свободы. Фракция рассмотрела этот вопрос, поддерживает и обращается к депутатам Государственной Думы принять закон о ратификации данного соглашения. Спасибо. Спасибо, Сергей Павлович. Москалькова Татьяна Николаевна. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия» поддержит, конечно, этот ратификационный закон, потому что он отвечает международным правилам, позволяет осужденному приблизиться к месту нахождения семьи, а стал бы социализироваться. Но надо иметь в виду, что на территории Южной Осетии нет пенициарных учреждений, отвечающих тем требованиям, которые установлены и международными стандартами, и правилами Российской Федерации. То есть мужчины и женщины там содержатся в одном учреждении, нет разделения по режимам. И мне кажется, что очень важно здесь, раз мы ратифицируем это соглашение со стороны Министерства юстиции и МИДа, направить нашу позицию о необходимости им отстраивания своей пенициарной системы, которая позволила бы реализовать данное соглашение. Спасибо, Татьяна Николаевна. Иван Константинович Сухарев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция ЛДПР, безусловно, поддержит ратификацию данного договора. И докладчик и докладчик достаточно полно изглажили суть данной ратификации. Действительно, данный договор направлен на укрепление нормативной правовой базы двухстороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере и защиту прав и законных интересов граждан. И действительно, это поможет облегчить процесс социальной реабилитации преследуемых и осужденных лиц, будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. Подготовлен договор с учетом современной договорной практики международных стандартов, соответствует Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года, а также федеральному закону о международных договорах Российской Федерации. Хотелось бы немножко дополнить докладчикой и содокладчикой тем, что запросы, связанные с ним документы, уведомления и информация составляются на русском языке, либо сопровождаются переводом на русский язык с освобождением от необходимости их легализации. И ратификация данного договора отвечает интересам Российской Федерации, так как его исполнение будет способствовать защите прав и законных интересов именно наших граждан. Проекты ЛДПР поддержат. Спасибо, Иван Константинович. Выносим проект федерального закона на час голосования. Одиннадцатый вопрос. Проект федерального закона о ратификации конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Конвенции номер 175. Докладывает Любовь Юрьевна Ельцова, официальный представитель правительства, заместитель министра труда и социальной защиты. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, Вашему вниманию представлен законопроект, который подготовлен в исполнении генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы. Конвенция 175 была принята Международной организацией труда в 1994 году и вступила в силу 28 февраля 1998 года. Конвенция предусматривает меры для обеспечения того, чтобы трудящиеся, занятые, неполное рабочее время пользовались такой же защитой, как и находящиеся в сравнимом ситуации, трудящиеся, занятые, полное рабочее время. Это право на ведение коллективных переговоров и право на деятельность в качестве представителей трудящихся, безопасность и гигиена труда, равные права в области труда. Конвенция не регулирует вопросы труда работников, занятых неполное рабочее время в связи с временным сокращением рабочего времени по технологическим или организационным причинам по инициативе работодателя. Законодательство Российской Федерации в полной мере соответствует основным положениям и требованиям Конвенции 175. Также законодательство Российской Федерации распространяет существующие системы социального обеспечения на все категории работников. Численность работников, занятых неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, в 2015 году в третьем квартале составляла 891,7 тысяч человек. Ратификация Конвенции не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета в бюджетную систему, ввиду того, что положение Конвенции уже действует в законодательстве Российской Федерации. В настоящее время Конвенцию ратифицировало 14 стран, среди них Швеция, Португалия, Нидерланды, Италия, Венгрия. Ратификация Конвенции будет способствовать укреплению авторитета Российской Федерации на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере с другими государствами, ратифицировавшими данную Конвенцию. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Любовь Юрьевна. Содокладно выступает Михаил Васильевич Тарасенко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Конвенция 175 направлена в защиту прав трудящихся, занятых в неполное рабочее время, в таких областях, как доступ к занятости, условия труда и социальное обеспечение. Конвенция определяет термин «трудящийся, занятый, неполное рабочее время», как работающее по найму лицо, нормальная продолжительность рабочего времени, которого меньше нормальной продолжительности рабочего времени трудящихся, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнительной ситуации. Не считаются трудящимися, занятыми неполное рабочее время, трудящиеся, занятые полное рабочее время, но оказавшиеся в условиях частичной безработицы, следующего имеющего коллективный характер временного сокращения нормальной продолжительности их рабочего времени по экономическим, техническим или структурным причинам. В целом, Конвенция, еще раз это подчеркивается, направлена на защиту прав трудящихся. Комитет Совета Федерации по социальной политике и концепцию проекта федерального закона поддерживает. Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющие объединение трудящихся и объединение работодателей, также поддерживают ратификацию данной конверции. С учетом изложенного, Комитет по труду в социальной политике и делам ветеранов считает необходимым поддержать принятие данной конверции. Спасибо, Михаил Васильевич. Вопросы есть? Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Федоткин Владимир Николаевич. У меня вопрос к Любови Юрьевне. Я вот смотрю, но не вижу действительно какой-то экономической, человеческой пользы от этого документа. Ну вот скажите, о каком, вот вы пишете, равные возможности для реализации трудовых прав. У нас огромное количество рязанцев вынуждены бросать свой дом, свою семью и ехать на заработки в Москву или куда-то еще дальше. Просто в муниципальных поселениях вообще нет никакой работы. Как можно писать в этих условиях о равенстве прав? Разваливаются семьи. Люди приезжают от семьи, оторвались, потом спиваются. То есть проблема, этот пункт вообще в современных условиях неприемлем для России. Второй момент. У нас многие предприятия переходят на трехдневный режим работы в неделю. Не рабочие просят, а потому что нет заказов, нет денег, и предприятие на неполный рабочий день или трехдневную рабочую неделю. Как в этом случае будет реализовываться данный... Пожалуйста, Любовь. Николай Иванович, спасибо за вопрос. Я хотел бы сказать, что вопросы, связанные с обеспечением занятости, реализацией дополнительных мер для тех, кто остался без работы, вопросы регулирования труда, именно минимальная заработная плата в регионе, это вопросы конвенция не регулирует. Она говорит о том, что для тех, кто... Мы говорим вот о том законопроекте, цель, который определяет ратификацию этой конвенции. Все вопросы, которые Вы задали, они чрезвычайно важны, но они регулируются у нас другими законами и специальными мерами поддержки в непростое время. Спасибо. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемая Любовь Юрьевна, Ну, я, в принципе, понимаю, что мы здесь хотим, чтобы права тех, кто неполное рабочее время, были равны тем правам, которые у людей с полным рабочим. Но вот здесь статья 8 предполагает изъятие. Предполагает ли Министерство труда Российской Федерации какие-то изъятия из этой конвенции, которые бы ущемляли права работников Российской Федерации? Спасибо. Работающих неполный рабочий день. Спасибо, Николай Васильевич. Действительно, в конвенции для организации членов предусматривается, что кто-то может делать изъятия. Мы при рассмотрении конвенции, правительство решает вопрос, что мы не будем делать никаких изъятий. В полном объеме она реализуется, и все. И через какое-то время мы не планируем задним числом какие-то изъятия делать. Спасибо. Спасибо. Зелинский, Ян Викторович. Уважаемая Любовь Юрьевна, Как Вы уже сказали, данная конвенция вступила в законную силу в 1998 году. Первый вопрос. Российская Федерация что делала в 18 лет? Были огромные нарушения прав работников, чтобы не заключать данную конвенцию? Или же спали мы? Или же не знали об этой конвенции? И второй вопрос. На самом деле все права, которые прописаны в данной конвенции, они прописаны в нашем законодательстве, то есть в Трудовом кодексе Российской Федерации. Зачем дублирование? Зачем принимать данную конвенцию? Если все это есть в данном наших законодательствах, и мы по ним работаем. Спасибо. Спасибо, Ян Викторович. Я хотела бы сказать, что Российская Федерация планомерно, совместно с объединениями работодателей и объединениями профсоюзов идет по пути ратификации конвенции. В рамках 2014-2016 год генсоглашения между тремя сторонами у нас запланирована 14 конвенций реализации. В целом Российская Федерация из 189 конвенций на сегодня ратифицировала 73 конвенции. Для Российской Федерации это важно укрепление авторитета, что мы присоединяемся к международным актам. И я думаю, что это прекрасно, что в Российской Федерации наше законодательство уже предусматривает тот объем гарантий, который для многих стран и для международного сообщества является ключевым. В нашем законодательстве это есть. Мы демонстрируем то, что наше законодательство является действительно социальным. Спасибо. Спасибо. Лихачев Василий Николаевич. Спасибо, Иван Иванович. Любовь Юрьевна, Российская Федерация, Вы сами сказали, присоединилась ко многим очень важным конвенциям Международной организации труда. Вопрос. Кто занимается мониторингом и имплементацией этих международных стандартов? Создаются ли впечатления, что нужно вносить какие-то коррективы, поправки, дополнения? Есть ли в Вашем ведомстве специальные структуры или специальные люди, которые ответственны за эту работу? Спасибо, Василий Николаевич, большое за вопрос. Я хотела бы сказать, что более того, после того, как Российская Федерация присоединяется к конвенции, мы готовим доклад. И впервые в прошлом году мы приняли совместное решение на уровне правительства, что доклад, который направляет правительство в Международную организацию труда, он обсуждается, этот доклад обсуждается, и критика со стороны и профсоюзов, и работодателей этого доклада, она рассматривается на РТК, и доклад идет с учетом мнения трех сторон. То есть мониторинг такой ведется, и доклады направляются, как мы исполняем конвенции МОД. Спасибо. Спасибо. Рябов Николай Федорович. Любовь Юрьевна, бесспорно, что ратифицировать конвенцию необходимо, необходимо все-таки в международном праве участвовать. Но я велико сомневаюсь, что данная ратификация как-то сподвинет Министерство труда и социальной защиты к действительной работе по защите наших работающих. Тем более тех людей, которые работают с неполным рабочим днем. У нас сегодня такое безобразие творится в стране даже людей, работающих с полным рабочим днем. Ну, в частности, чтобы это было не голословно, Нижегородский область, Сосновский район, металлозавод. Женщины не получают с мая месяца уже заработную плату, никак не могут найти управу. А это ваша функция. А то, что женщина еще и умудряется работать на 10 штамповочных станках, выполняя 10 операций одна, тоже защита. Вот вы мне скажите конкретное. Спасибо, Николай Федорович. Я хотела бы сказать, что в своем выступлении по представлению законопроекта я хотела бы отметить, что этот законопроект и эта конвенция, она нацелена на ту категорию работников, которые как раз не относятся к категории работников, которые находятся в вынужденном, ну, там, простой или неполном рабочем дне по инициативе работодателя. То есть организационные или технологические проблемы или иные на предприятии. Речь идет о том, о защите прав тех работников, которые согласились, сами согласились, захотели, и работодатель захотел, чтобы они работали неполное рабочее время. Вот таких я назвала, там, порядка 800 тысяч человек, которые по согласию работают с работодателем на этих условиях. И здесь очень важно продекларировать, что для них, как и работающих полный рабочий день, такие же права, что они не будут умаляться. Вот эта конвенция, она вот направлена на эту категорию работников, которых почти до миллиона человек. Спасибо. Уважаемый Любовь Юрьевна, у меня практический вопрос. Вот у нас сейчас сплошь и рядом работник, который на половину ставки работает, в частности в вузах, получает существенно меньше половины средней оплаты тех работников, которые на логичной позиции полный рабочий день, значит, работают. Вот как-то эта конвенция поможет здесь ликвидировать вот эту диспропорцию, или вопрос оплаты никак ею не регулируется? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конвенция гласит о том, что те, кто вот работают неполный рабочий день в части оплаты труда, что их оплата труда рассчитывается пропорционально продолжительности рабочего времени. То есть человек выбирает, что ему надо работать полдня, но это рассчитывается как, естественно, пропорционально продолжительности, не как за полную ставку, но это очевидно. Поэтому еще раз говорю, что эта конвенция чрезвычайно важна для того, чтобы утвердить еще более, хоть это и есть законодательство, что мы присоединяемся к этой конвенции. Спасибо. Спасибо, Льва Фьюрьевна. Есть ли желающие выступить, коллеги? Николай Васильевич Коломейцев, других желающих нет. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, действительно, у нас зачастую происходит принятие конвенции именно тогда, когда надо уйти от какой-то ответственности. Но в данной ситуации, я специально спросил у Любови Юрьевны, планируют ли какие-то изъятия. Потому что вот восьмая статья, с моей точки зрения, она как раз позволяет правительствам стран, присоединяющихся, принимать первично перед ратификацией свои изъятия. Ну и в данной ситуации, тогда как бы кастрированная конвенция, она применяется не в полной мере. И вот здесь Борис Сергеевич задавал вопрос, по моему мнению, конвенция как раз, Борис Сергеевич, позволяет вам требовать после ратификации как раз полной мере возмещения с работодателя половины заработка тех, кто работает, в общем-то, полный рабочий день. Но, к сожалению, у нас многие конвенции, с моей точки зрения, не работают в полной мере по двум причинам. Вот я задавал уже вопрос и Топилину, и вот Любовь Юрьевне задавал. У нас колоссальный недостаток постсоветского времени, что мы не представлены в секретариатах и в министерствах международных, которые занимаются как раз мониторингом исполнения вот этих конвенций. И в аппаратах там, как правило, все, кто угодно, кроме России, хотя мы добросовестно платим все взносы. И мне кажется, что нам бы и Министерство иностранных дел, и Министерству труда в части мониторинга конвенций Международной организации труда правильно было построить стратегию, чтобы мы постепенно занимали ключевые позиции в этих министерствах. Потому что даже русскоязычные, которые там есть, они, как правило, или с Украины, или еще откуда-то. Как вы понимаете, чисто с политических вопросов, мы зачастую с вами задним числом узнаем те предложения, которые там возможны к изменениям или предполагаемые к ратификациям. Поэтому, с моей точки зрения, конвенцию ратифицировать можно, но надо все же более активно мониторить, чтобы мы были полноправными участниками формирования позиции, а не ратификации постфактум. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Любовь Юрьевна, еще раз будете выступать? Михаил Васильевич? Нет. Выносим законопроект на час голосования. Коллеги, переходим к законопроектам второго чтения. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1174, частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Докладывает Павел Владимирович Крошининников. Спасибо большое, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Речь идет о небольшой поправке в Гражданский кодекс, о так называемых гробовых, то есть о деньгах, которые идут на достойные похороны. И в прежней норме у нас фигурировала цифра 40 тысяч. Это те деньги, которые можно взять из еще неполученной наследственной массы на достойные похороны. Мы предлагаем эту цифру увеличить и сделать ее 100 тысяч. Это сегодня у нас второе чтение. Здесь есть небольшие две поправки. Таблица номер один. Я предлагаю перейти к поправке. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер один? Нет, ставлю на голосование включить режим голосования. Покажите результат. Принимается центральная трибуна. Включите. Уважаемые коллеги, комитет провел все правовые лингвистические процедуры. Если мы проголосуем во втором чтении, мы просим также проголосовать и в третьем. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Выносим законопроект на час голосования. Тринадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации статью 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Докладывает Александр Александрович Ремесков. Добрый день, уважаемый Иван Иванович. Уважаемые коллеги, данный законопроект был принят 2 декабря 2015 года. За этот период в комитет поступило 2 поправки. Поправка номер 1 находится в таблице поправок, которые комитет рекомендует принять. И она носит юрикотехнический характер. И поправка номер 2 расположена в таблице, рекомендованных комитетом к отклонению. Прошу поддержать. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Откажите результат. Принимается. Выносим законопроект на час голосования. 14 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 333.33 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Докладывает Татьяна Олеговна Алексеева. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается подготовленный ко второму чтению проект федерального закона о внесении изменений в статью 333 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Настоящий законопроект разработан с целью приведения положений в статье Налогового кодекса в соответствии с положениями Воздушного кодекса Российской Федерации. Законопроект в первом чтении был принят 18 декабря 2015 года. К нему поступило две поправки, которые рекомендованы Комитету по бюджету и налогам к принятию. Согласно заключению правового управления Госдумы, замечаний правового характера к законопроекту не имеется. Прошу поддержать решение Комитета в части одобренных поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включить режим голосования. Скажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. Пятнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 33335, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Докладывает Леонид Яковлевич Симоновский. Прошу поддержать принятие поправок и законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включить режим голосования. Скажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. Шестнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, к законопроекту поступило шесть поправок. Не все рекомендуются к принятию. Просим утвердить таблицу принятых поправок и принять данный законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включить режим голосования. Покажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. Семнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о парламентском контроле. Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, три поправки поступило. Все три рекомендуются к принятию. Просим утвердить таблицу поправок и принять данный законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. Восемнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 25 федерального закона о политических партиях. Докладывает Ярослав Евгеньевич Нилов. С места включить микрофон. Комитет подготовил ко второму чтению просьбу таблицу номер 1 поддержать, проголосовать за во втором чтении. В случае принятия во втором, поддержать и в третьем. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. Девятнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 108 федерального закона об образовании в Российской Федерации. Докладывает Надежда Анатольевна Шайденко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект был в первом чтении принят 16 декабря. За это время поступило 5 поправок. Все поправки комитет предлагает свести в одну таблицу и таблицу принять. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении. Лингвистическая правовая экспертиза проведены. Замечаний нет. В случае принятия во втором чтении просим принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Есть вопрос по таблице поправок номер 1. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Выносим законопроект на час голосования. Коллеги, к 22 вопросу перейдем. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Сергей Алексеевич Арестов, официальный представитель правительства Российской Федерации, статс-секретарь, заместитель министра транспорта. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Административных правонарушений разработан во исполнении поручения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. И цель его – введение ответственности административной за нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусами. Названные правила, то есть нарушения правил, о которых я говорю, были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации в 2013 году. По сути, это документ, который четко регламентирует порядок, процедуру перевозки детей с момента посадки и до момента доставки на место, куда они должны пребывать. Прописано особое требование в этих правилах и к транспортным средствам, и к водителям, и к организаторам перевозки, и к самой организации. В том числе и обеспечение транспортных средств, автобусов, особыми условиями, тахографами и системой ГЛОНАСС. Между тем, на сегодняшний день кодексом о административных правонарушениях предусмотрена только общая ответственность за перевозку детей, которые находятся в правилах дорожного движения, что не в полном объеме охватывает правила перевозки детей, которые я назвал перед этим. Можно говорить, что фактически ответственность за нарушение именно правил организованной перевозки детей автобусами, организованной группой, сегодня отсутствует. Вряд ли нужно объяснять, что особенности и степень ответственности, также последствия между общей перевозкой детей и именно организованной перевозкой детей группами, имеют большое значение. Поэтому законопроектом, который предлагается на ваше внимание, вводится ответственность за нарушение требований к перевозке детей, и не только на водителя, как это предусмотрено в действующем КАПе, но и на организаторов и на должностных лиц, которые должны участвовать в этой перевозке. А также ответственность за нарушение правил организованной общей перевозки детей автобусами. С этой целью статьей 12.23 дополняется несколькими пунктами, которые предусматривают ответственность водителей, должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за перевозку организованной группы детей автобусами с нарушениями указанных мною правил. Следует отметить, что частью 5 статьи 12.23 КАПа за нарушение требований к перевозке детей в ночное время также устанавливаются особые требования ответственности, вплоть до лишения водительских прав водителей, поскольку это уже наиболее серьезная форма, и которая может повлечь последствия для перевозки детей. Пока действующая редакция статьи 12.23 возлагает полномочия на органы внутренних дел, и поэтому с целью уже более конкретной ответственности дополняется законопроект возможностями и полномочиями нашей службы по надзору, Рост-Транснадзор, которые будут иметь право проводить соответствующие проверки и принимать ответственность, принимать вопросы по административной ответственности на всех лиц, которые нарушают указанные правила. Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из бюджетов различных уровней. Прошу вас поддержать. Спасибо, Сергей Алексеевич. Садокладом выступает Вячеслав Иванович Лысаков. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данным законопроектом, который доложил уважаемый Сергей Алексеевич, предлагается установить административную ответственность за нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусов в дополнительной статье 12.23 кодекса, которая установлена ответственность за нарушение правил перевозки людей новыми частями 4, с 4 по 6. Также за законопроектом предусматривается ужесточение ответственности в части 3 указанной статьи за нарушение требований к перевозке детей, установленной правилами дорожного движения. Предлагаемая законопроектом ответственность направлена на создание необходимых правовых гарантий соблюдения установленных требований по обеспечению безопасности в процессе организованной перевозки детей. Законопроект прошел экспертизу правового правления. Государственные думы замечания концептуального характера нет. У профильного комитета есть ряд замечаний, которые, тем не менее, могут быть устранены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению. На основании изложенного комитет поддерживает данную концепцию, данного законопроекта рекомендует его к принятию в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Иванович. Есть вопросы, коллеги. Есть включить режим записи на вопросы. Покажите список. Плетнева Тамара Васильевна. У меня вопрос к Сергею Алексеевичу. Уважаемый Сергей Алексеевич, я внимательно посмотрела законопроект. Абсолютно согласна, что надо наказывать за то, что нарушается правило. Но про правила тут никакие не прописано. За нарушение правил каких? Наверное, сами водители должны знать. Мы не знаем. И одни только штрафы. Вот даже до 100 тысяч рублей. Вы знаете, а все-таки водитель за все должен отвечать. Вы посмотрите сейчас, какие автобусы, на них детей вообще возить нельзя. Потому что за эти годы они уже все поизносились, новых не покупается. А водитель будет отвечать. Вот как вы считаете, за какие все-таки нарушения? За правила дорожного движения или за все? Мария Васильевна, спасибо за вопрос. Но мы не можем в КААПе написать весь текст. Вот он передо мной. Я лично вам его передам. Называется «Правило организации перевозки группы детей автобусами». Утвержденное постановлением правительства Российской Федерации 17 декабря 2013 года за номером 1177. Вот насчет автобусов пункт третий. Не старше 10 лет. И далее вот целый вот такой пункт, из-за чего мы вводим ответственность. Нельзя возить на хламье, нельзя возить неорганизованными группами. Вот здесь этот документ. Отвечать будет здесь за каждое действие. Здесь перечень, длинный перечень. Есть и водитель за свои действия, есть организатор перевозки, есть медицинские работники, есть сопровождающие лица, которые обязательно должны... Даже если две двери в автобусе, вот здесь написано, не менее двух сопровождающих. Спасибо. Владимир Николаевич Хедоткин. И все-таки, Сергей Алексеевич, у нас вот совпал вопрос Тамары Васильевной. Я, как и многие депутаты, постоянно в региональную неделю езжу по сельским районам, встречаюсь с населением. И действительно, когда были автобусы, новых проблем не было. Автобусы быстро стареют. К тому же, очень плохая по качеству сборка. Об этом многие говорят. А школы закрыли, и нередко нужно возить за 20 с лишним километров в одну сторону. Вот автобус сломался, в поселениях денег нет. Никаких на ремонт. Там колесо даже не купишь, если оно там пробило. Нужно деньги искать. И получается, или местная власть даст какой-то другой автобус, ну не школьный, да, повезет, вы накажете. Или не повезет, будут искать неделю деньги. Неделю пропустят ребята школу. Естественно, со всеми вытекающими последствиями. Вот подскажите, прежде чем наказывать эту власть местную, там административный штраф, как им быть? Денег на школьный ремонт не дают. Южно-школьный ремонт не дают. Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Ну, к великому сожалению, школьные автобусы под этот раздел не попадают, потому что мы гарнировали на перевозке детей именно в целях иных, чем вот здесь. А как найти деньги местному самоопределению, чтобы не наказали его? Лучше наказать. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Нет. Выносим законопроект на час голосования. 23 вопрос. Готов 21? Пожалуйста. 21 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 4 федерального закона об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, докладывает Александр Витальевич Цибульский, официальный представитель правительства, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется проект федерального закона о внесении изменений в статью 4 федерального закона об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Законопроект разработан во исполнении поручения президента 27.15 ПР о снижении минимального необходимого порога инвестиций до 50 миллионов рублей, требующихся для получения статуса резидента особоэкономической зоны в Калининградской области. Указанная мера может быть применена только в случае реализации инвестиционных проектов в сферах туристко-рекреационной, санаторно-курортной, профилактики заболеваний медицинской реабилитации, создания обрабатывающих производств, рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства. Увеличение туристического потока на территории Калининградской области составляет в среднем 10-12% в год. По статистике, в 2010 году Калининградскую область посетили 420 тысяч российских иностранных туристов, а по итогам 2014 года туристический поток составил 800 тысяч человек. Увеличение потока туристов влечет за собой необходимость развития туристической инфраструктуры. В 2014 году в регионе открылось 13 новых гостиниц, а номерной фонд в общей сложности увеличился в два раза. Кроме того, с 2014 года в Калининградской области реализуется программа развития туристко-рекреационных кластеров, которые призваны стать точками роста региона и межрегиональных связей, активизирующих развитие малого и среднего бизнеса. Планируется строительство объектов рекреационно-оздоровительного типа, представляющих собой якорные инвестиционные проекты. Внесение изменений в указанный закон позволит развить строительство гостиниц категории «три звезды», поскольку первоначальные инвестиции, по нашим оценкам, подобные объекты составляют от 30 миллионов рублей. Таким образом, принятие проекта федерального закона окажет позитивное влияние на повышение привлекательности инвестиционного климата, позволит запустить новые производства, дополнительно создать рабочие места в регионе. В части оценки выпадающих доходов при реализации проекта федерального закона необходимо отметить, что при принятии базового закона об особой экономической зоне Калининградской области, 16-й федеральный закон, уже были предусмотрены выпадающие доходы федерального бюджета при освобождении предприятий-резидентов УЭС от уплаты налога на прибыль. Принятие проекта федерального закона не затруднит действующие предприятия и не создаст новые выпадающие доходы. При этом его принятие позволит привлечь новых инвесторов и создать новые бизнес-проекты. Благодарю за внимание. Спасибо. С удокладом выступает Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Александр Витальевич очень подробно рассказал о содержании предложенного законопроекта. Я хотел бы отметить только один момент, что в ходе дискуссии на комитете, когда рассматривался законопроект, депутаты попросили представить итоги реализации вот этой нормы, уменьшения порогового минимального значения для резидентов свободной экономической зоны. То есть мы хотели бы понимать, какой реальный экономический эффект, результат получится в результате реализации этого законопроекта. Ну и ко второму чтению мы рассчитываем получить соответствующие расчеты и информацию. А так комитет поддержал законопроект и просит вас также его поддержать в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Есть ли желающий? А, есть, извините. Савельев, Дмитрий Иванович, вопрос. Нет, Дмитрий Иванович, Савельев. Пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Александр Витальевич, а какие меры со стороны Вашего министерства предпринимаются в части решения так называемой проблемы 2016, которая заключается в отмене льгот в текущем году? Спасибо. Спасибо за вопрос. Нашим министерством принимаются самые активные меры. Было разработано постановление правительства 1275, направленное на поддержку рынка труда, которое, по нашим оценкам, позволит гарантировать неухудшение ведения предпринимательской деятельности сегодняшним субъектом экономической деятельности в регионе. Еще, пожалуйста, включить микрофон Александру Юрьевичу Тарнавскому. Спасибо, Иван Иванович. У меня тоже вопрос докладчику. Скажите, пожалуйста, вот речь идет о создании в регионе сети гостиниц «Три звезды». И в пояснительной записке вы говорите, что для строительства подобных гостиниц нужно как минимум 30 миллионов рублей. А льготу вы вводите, порог, 50 миллионов рублей. Как-то не очень понятно и логично, потому что почему выбрано именно 50, имея в виду, что если мы боремся за строительство сети гостиниц «Три звезды», логично опустить этот порог до 30, чтобы все, что запланировано, было реализовано, понимая, тем более, в какой ситуации мы находимся. Повторюсь, почему 50, при том, что вы сами говорите, что достаточно и 30. Такое половинчатое, мне кажется, решение. Спасибо. Александр Георгиевич, спасибо за вопрос. Может быть, я не совсем корректно в своем выступлении сакцентировал именно на гостиницах «Три звезды». Мы на самом деле видим в своей цели развитие в целом туристического сектора и развитие гостиниц всех категорий, всех звезд и всех уровней комфорта и качества. По нашему мнению, мы брали за базу гостиницы «Три звезды» как наиболее оптимальные и привлекательные для туристов. По нашим оценкам, эти проекты стоят от 30. 30 – это нижняя граница, нижний порог инвестиций. При этом, конечно, мы смотрим на гостиницы и 4, и 5 звезд, и иные места размещения. Поэтому 50 миллионов – это такая усреднённая, низшая граница, с чего начинаются инвестиции для построения, создания серьёзного объекта туристической инфраструктуры. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Нет. Выносим законопроект на час голосования. 23 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 24 Федерального закона о связи. Докладывает Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Иван Иванович и уважаемые коллеги, законопроект внесён с целью приведения в соответствие положении статьи 24 Федерального закона о связи положением статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации. С 1 января 2014 года статья 58 Гражданского кодекса действует в новой редакции, согласно которой при реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения его права и обязанности переходят к внутреннейшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом, а не с разделительным балансом, как было в старой редакции этой статьи. Поэтому в аналогичной норме у реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения, которая содержится в абзаце 2 пункта 14 статьи 24 Закона о связи, предлагается заменить слова «разделительный баланс» на «передаточный акт» и тем самым устранить противоречие между Гражданским кодексом и Законом о связи. Прошу поддержать законопроект. Спасибо, Ирина Валерьевна. Сначала поведение Анатолия Геннадьевича Аксаков. Уважаемый Иван Иванович, предыдущий законопроект, который мы рассмотрели сейчас здесь в зале, просьба поставить на второе чтение на 24 число. Хорошо, прошу учесть. Спасибо. Со докладом по 23 вопросу выступает Вадим Евгеньевич Деньгин. Иван Иванович, спасибо. Уважаемые коллеги, Ирина Валерьевна, в полной мере осветилась суть законопроекта. Осталось только озвучить то, что положительное заключение получено на комитет от правительства Российской Федерации и также положительный отзыв от комитета по гражданскому уголовному арбитражному и профессиональному законодательству. Комитет просит поддержать первое чтение. Спасибо. Спасибо. Будут ли вопросы, коллеги? Нет. Есть и желающие выступить. Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. 24 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Докладывает Елена Леонидовна Николаева. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в весеннюю сессию 2014 года Государственной Думы был принят в федеральный закон номер 209 о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, которая работает на территории Российской Федерации с первой ныря, полностью заработает, с первой ныря 2017 года. В настоящее время Минкомсвязью России совместно с Минстроем России ведется работа по созданию и внедрению на территории Российской Федерации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. ГИС ЖКХ позволит гражданам получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых работах по дому, в том числе по капитальному ремонту и оказываемых услугах, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Одновременно с этим сложившиеся практики процесс подачи жителями разного рода обращений в управляющие и ресурсоснабжающие организации нередко приводят к тому, что жалобы и просьбы жителей попросту игнорируются, а сам процесс взаимодействия намеренно усложняется. Подобная ситуация крайне неблагоприятно сказывается на общественном мнении об отрасли жилищно-коммунального хозяйства и приводит в том числе к тому, что, согласно данным социологических опросов, последние несколько лет проблемы ЖКХ вызывают у населения серьезную озабоченность. В целях внедрения механизмов общественного контроля в ГИС ЖКХ мной был разработан и внесен в Государственную Думу законопроект номер 953-096-6 о внесении изменений в Федеральный закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, которым предусматривается обязательное размещение в ГИС ЖКХ ответов на обращения граждан в управляющие организации, ресурсоснабжающие организации и в органы власти. На мой взгляд, это позволит создать эффективный механизм защиты граждан своих прав и законных интересов, а также сделает взаимодействие с органами власти более открытым и доступным. Принятие проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о ГИС ЖКХ не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. На данный законопроект получено положительное заключение правительства Российской Федерации. Фракция Единой России также поддерживает принятие законопроекта в первом чтении. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данный законопроект. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Есть включитель режим записи на вопросы? Покажите список. Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемая Елена Леонидовна, вот смотрите, мощный институт Сбербанк. Грев, который всех оскорбил, всю страну, обещаний два давал и еще не реализовал. Нет пока Сбербанковской карты, которая была бы равна мастер-картам и так далее. Хотя обещания и ресурсы у них значительно больше, чем в системе ЖКХ. Тот же Грев с компанией пытались контролировать ликероводочное производство. Как вы знаете, система до сих пор не работает. Откуда у вас уверенность, что в ЖКХ, бедном, нищем, имеющем массу нареканий по поводу дороговизны самого ЖКХ, вот эта система даст положительный эффект? Спасибо. Спасибо большое, Николай Иванович. Ну, я понимаю, что... Ой, Николай Иванович, прости, ради бога, да. Простите, пожалуйста. Я понимаю, что деятельность ликероводочных заводов или намерений Германа Сушича для меня исключительно составляет большую важность, но к государственной информационной системе ЖКХ это не имеет никакого отношения. На мой взгляд, та возможность, при которой граждане задают вопросы через государственную информационную систему и получают в обязательном порядке от всех ответы, причем по существу, а не от писки, и это будет в публичном доступе, это возможность всем гражданам обратить внимание на указанный вопрос, потому что чаще всего эти вопросы, они однотипные, и ответы являются тоже однотипными. На мой взгляд, это является принципиальной возможностью для организации контроля в сфере ЖКХ самими потребителями, то бишь гражданами Российской Федерации, потому что отсутствие информации не дает возможности организовать этот контроль. А как мы понимаем, только ответственный гражданин, ответственный собственник может организовать нормальное управление в своем многоквартирном доме и навести порядок, в том числе во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и с управляющими организациями. На мой взгляд, государственная информационная система через личные кабинеты дает такую возможность. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Николай Васильевич Коломейцев. Присаживайтесь, Елена Деонидовна. Уже следующий мы не успеем рассмотреть. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, есть мудрое изречение. Благими намерениями вымощена дорога в ад. И если переходить конкретно к делу, то вообще-то я не видел, чтобы где-то бесплатно, даже программное обеспечение делали, не говоря уже обо всей системе. Поэтому мне непонятно обоснование, что денег не потребуется. Ну, компьютер надо поставить, сервер надо купить, программное обеспечение надо сделать. Это уже как минимум немалые деньги, если в размерах всей страны. Второй аргумент, который я не получил, ответ. Понимаете, у нас сегодня в системе ЖКХ колоссальные непорядки из-за трех вопросов. Ну, вот вы предложили здесь систему или закон по капитальному ремонту, да? Ну, закон-то предложили, а теперь, как Бог на душу положит, определяют тариф. В одном месте 15, в другом 2, в третьем 5, в четвертом 6. А как она расходуется, нам тоже рассказывали. Вот мы как примем и как начнем все ремонтировать. Оказывается, все не так просто, как хотелось бы. Дальше. У нас идет монополизация рынка периферии питерскими и московскими компаниями, имеющих колоссальные юридические фирмы для защиты, но не имеющих в законе ограничений по потолку даже сбора общедомовых расходов. В результате, даже в таких крупных городах, как Ростов-на-Дону, у меня тысячи обращений есть, когда приходят бедные бабушки и дедушки, приносят от меня счет и говорят, Николай Васильевич, вы мне объясните, меня сначала заставили, чтобы я за свои деньги поставил счетчик на воду, газ, отопление, электроэнергию. Потом пришли и говорят, не, у тебя электроэнергия неправильная, вот надо, чтобы дневное и ночное. Опять деньги заплатили. Но мне после этого приносят счет на электроэнергию, где в два раза больше, чем мне счетчик насчитал. И я ни у кого добиться не могу, понимаете? Почему? Потому что все же кроется в деталях. Минстрой, или вот ЖКХ здесь сидел позавчера, да? Он рекомендательное письмо 924 выпустил, а приказ, который бы говорил о том, что тариф не может быть, выше, чем инфляция хотя бы, понимаете как? Его нет. В результате раз у меня юридическая служба, нет, это ваши вообще домовые, вот поделили на всех и все. Поэтому, ну каким образом личный кабинет позволит этой бабушке отстоять свои права в суде? Да никаким. Второе. Вам же возле компьютера должна Маша, Петя или Ваня сидеть, а бесплатно она там сидеть не будет. В результате фонд оплаты труда. За счет кого? Опять за счет бабушки. Поэтому мне кажется, что тут у вас немножко такой поверхностный подход. И я хотел бы заключение услышать, за счет чего будет создана система, и за счет чего будет содержаться аппарат. Спасибо. Спасибо. Елена Леонидовна Николаева, заключительное слово. Вот ваша не работает уже система. Так, включите микрофон. Валентина Николаевна Пивненко. Можно? Да, уважаемые коллеги, уважаемый Николай Васильевич, спасибо вам за те замечания, которые вы представили. Но на сегодняшний момент условие создания государственной информационной системы состоит в том, что занимается этим вопросом Минкомсвязь. Здесь присутствует профильный замминистра Михаил Евряев. Я думаю, что он официально может подтвердить, что никаких дополнительных средств на поддержание этой системы и обеспечение работы, размещение всех жалоб, вопросов в государственной информационной системе и обязательное размещение ответов, причем содержательное. Минкомсвязи подтверждают, что дополнительных средств для налаживания этой системы не потребуется. Вместе с тем, ваше замечание о том, что вам начисляются соответствующие неправильные, по вашему мнению, начисления по ОДН, вы можете тогда, воспользовавшись этой информационной системой, задать этот вопрос и в официальные сроки получите официальный ответ с расчетами, обратите внимание, с расчетами того, почему вам начислены такие ОДН. Вместе с тем, напоминаю вам, что в соответствии с 354-м постановлением правительства Российской Федерации общедомовые нужды оплачиваются, Николай Васильевич, в пределах нормативов, поэтому выше, чем норматив, вам начислить не могут, а вот сверхнормативное потребление оплачивает управляющая компания. Если ваша управляющая компания неправильным образом начислила ОДН, вы имеете право, во-первых, обратиться с жалобы и получить соответствующий, начислить штраф в пользу потребителей. Я вам напомню, что с 1 января у нас действует еще и такой федеральный закон. Мне кажется, что у нас достаточно много сейчас есть уже инструментов для наведения порядка в ЖКХ, но с чем я с вами соглашусь, до конца нам с вами этого сделать пока не удалось. И у меня тоже есть очень много вопросов к нашему профильному министерству в связи с противоречивостью многих нормативных актов. Спасибо. Выносим законопроект на час голосования. Перерыв до 12 часов 30 минут.